Энни Молодая девушка обращается к помощи своей любимой лошади Кингу, чтобы разрешить затруднения в жизни. Годы спустя она прощается со своим дорогим другом, в надежде, что ее дар принесет радость другим людям. Оставить Кинга это было одно из самых нелегких решений в моей жизни. И спустя 14 лет они вновь воссоединились в удивительные истории любви, жертвы и надежды. Мне не хотелось расставаться с Кингом, но я знала, что он отправляется домой. Но начнем мы программу с истории о вооруженных грабителях, которые решили, что нашли легкую добычу в окрестностях Миннеафориса. Давай сюда деньги. Страх сковал меня с головы до ног. Но 140-килограммовый домашний свинь по кличке Арнольд внес свой вклад в борьбу с преступностью. Эта история впечатлит любого. Все эти удивительные истории в программе «Эти чудесные животные». Эти чудесные животные. Свинья – борец с преступностью. Бекки Мойер и ее домашний свинь Арнольд живут на Стивенсквер, в густонаселенной части Миннеаполиса, штат Миннесота. Больше всего мне здесь нравится то, что нет различий между черными и белыми, богатыми и бедными. И люди с разным уровнем дохода живут по соседству. Но на протяжении 90-х годов это внутригородское сообщество постоянно боролось с преступностью. По всем углам шныряли торговцы наркотиками и проститутки. Когда Бекки получила в подарок маленького поросенка Арнольда, она и представить себе не могла, как он изменит ее жизнь. На прошлый день рождения сосед по комнате подарил мне Арнольда. Сказали, что он вряд ли вырастет больше 25 килограммов. Я подумала, ладно, собаки примерно столько же весят. Бекки обратила внимание на то, что Арнольд толстоват, но вскоре он перерос все ожидания. Я кормила его только овощами, никаких сладостей, никаких излишеств, ничего такого. Но он довольно быстро набрал 25 килограммов. И продолжал расти и расти. Я сказала ветеринару, видимо, что-то не так, если он так быстро растет. А тот в ответ. Знаете, вообще-то это не декоративный поросенок, а настоящий фермерский свинь. Боже мой, так вот в чем было дело. Как оказалось, он был абсолютно прав. Арнольд весом в 140 килограммов был уже необычным домашним животным. Законы Миннеаполиса не позволяют держать дома таких животных, как Арнольд. Я даже боялась, что у меня его отберут. По мере того, как увеличивался его вес, росла и его сила. От фундамента отделился кусок цемента. Он подобрал его и просто сжевал, прямо как дровилка. Не хотела бы я, чтобы он меня укусил. Но свин оказался милейшим созданием, пока столкновение с опасностью не пробудило в нем льва. Однажды, в феврале 2000 года, Арнольд был дома один, пока Бекки была на работе. Двое грабителей забрались в гараж. Арнольд молча наблюдал. В самый неподходящий момент домой вернулась Бекки. Кто-то идет быстрее! Я нажала на кнопку, которая открывает гараж. Обычно в этот момент зажигался свет, но на этот раз этого не произошло. Это должно было меня насторожить. Бекки уронила ключи и только тогда заметила одного из грабителей. Но было уже поздно. Пожалуйста, не убивайте меня. Заткнись. Деньги давай. Я сильно испугалась, они вели себя довольно нахально. У меня с собой нет бумажника. Да ну, и куда же он делся? Он в доме, на кухне. Так пошли за ним. У меня не было выбора, у них было оружие, их было двое. Что же мне еще оставалось делать? Бекки угрожала смертельная опасность. Далее вы узнаете, что 140-килограммовый хряк может сделать с двумя разбушевавшимися грабителями. Бекки Мойер вернулась с работы и попала в непростую ситуацию. Двое грабителей подстерегали ее в гараже. 140-килограммовый свин Арнольд тихо стоял в углу, пока ситуация не достигла накала. У меня при себе не было ни бумажника, ни денег. Они сказали, тогда пошли в дом. У меня в одно мгновение вся жизнь прошла перед глазами. Я могла только гадать, что же может случиться со мной в доме. Закрой дверь, идиот. Где кошелек? Пошевеливайся. Заткнись, я тебе говорю. Да тут свинья. Да тут свинья. Отпусти. Отвали, проклятая свинья. Убери от меня эту свинью. При укусе свиньи трясут жертву. Арнольд это может делать с огромным усилием и усердием. Он так встряхнул того парня, что порвал ему штаны. Все его тело буквально сотрясалось. Удивительно, но страх Бекки обернулся беспокойством за жизнь грабителя. Ну все, Арнольд, хватит. Это enough, that's enough. Бекки пережила сильный стресс и стала беспокоиться за судьбу Арнольда. А если весь город узнает о том, что он напал на кого-то? Спасибо, дорогой, спасибо. Она могла лишиться преданного друга, который только что стал героем. Я подумала, что тот мужчина наверняка сразу же обратится за медицинской помощью. Что, если животный патруль придет и заберет у меня Арнольда? Я была уверена, что так оно и будет. Села в кресло и разрыдалась. В нашей округе был координатор по безопасности. Я позвонила ему домой и спросила, что же мне делать. Он хорошо разбирался в законах и всяких полицейских делах. Он должен был знать, что может произойти. Привет, Дэйв. Это Бекки Мойер. Арнольд только что спас мне жизнь. Местным координатором по безопасности был Дэвид Дэлвой. Она вела себя очень осторожно, чтобы не подвергать опасности благополучия Арнольда. Это очень похоже на Бекки. Она не думает о себе, всегда заботится о ком-то другом, в данном случае об Арнольде. Дэвид убедил Бекки позволить ему поговорить с полицией от лица Арнольда. Когда возникает какая-либо проблемная ситуация, мы не пытаемся решить ее самостоятельно. Первым делом пытаемся получить совет и узнать мнение своих знакомых в различных структурах, включая правоохранительные органы. Когда он связался со знакомыми полицейскими, он захотел лично увидеть Арнольда. Он был самоочарование. Они пришли и сказали мне, что я могу не беспокоиться насчет Арнольда. Они позаботятся обо всем. Но это суровое испытание не прошло для Бекки бесследно. Она перестала чувствовать себя в безопасности в окрестностях дома. Мне понадобилось немало времени, чтобы снова чувствовать себя здесь комфортно. Ведь эти люди ворвались в мое пространство. Я не могла спать по ночам. При каждом звуке вздрагивалось с мыслью, что кто-то снова лезет в дом и собирается убить меня. Лучше бы я легла спать рядом с Арнольдом. Он бы защитил меня. Тем временем, слухи о геройстве Арнольда быстро распространялись. Неожиданно все захотели его увидеть, и Бекки принимала всех с распростертыми объятиями. Когда новость о героическом Борове была опубликована в местной газете, число поклонников Арнольда выросло еще больше. И местные жители предприняли новую попытку в борьбе с преступностью, по примеру Арнольда. Сейчас я уже не беспокоюсь о том, что у меня могут отобрать Арнольда. Он слишком популярен. Его любят и местные жители, и полиция. Вся округа чествовала Арнольда, который уже успел получить прозвище «Свин» – борец с преступностью. Эта история с Арнольдом показывает, как Бекки обратила трагедию в нечто положительное, нечто полезное для других. Вся вокруг говорили о том, как Арнольд встал на защиту Бекки именно тогда, когда она больше всего в нем нуждалась. Он не только выгнал преступников из ее гаража, но и изменил всю округу. Это просто чудо. Арнольд сплотил нас. Благодаря ему мы все стали друзьями. Мы встретились с теми, с кем не виделись по 5-10 лет. Во внутригородских сообществах можно бороться с преступностью, просто зная друг друга в лицо. Тогда незнакомец не пройдет незамеченным. Интересная информация. Когда речь заходит о быстрых животных, на ум приходят леопарды и гепарды. Но известно ли вам, что свиньи могут преодолеть милю за 7 минут? Возможно, даже Арнольд способен на такое, если, конечно, в этом возникнет необходимость. В нашей следующей истории молодой мужчина, холодной зимней ночью, беспомощно лежит в судороге на земле. Безумные действия обычно спокойного домашнего питомца могут вернуть к жизни того, кто был обречен. Эти удивительные животные. Зимняя история. Давай лучше останемся дома. Неплохая идея. Холодным ноябрьским вечером работник в социальной сфере Дженни Ньютон и ее муж Джей Ти, начальник отдела маркетинга, решили спокойно отдохнуть в комфортабельном доме в Джонсбурге, пригороде Чикаго. Мы с Дженни большие домоседы. Мы подумывали, не выйти ли нам на улицу, но в конце концов сдались во власть дивана и даже немного задремали. Все-таки был вечер пятницы, а неделя выдалась нелегкой. У их 13-летней собаки по кличке Энни на этот вечер были собственные планы. Она у нас очень умная и сразу сообразила, что может заняться, чем хочет. Она обычно проделывает такую хитрость. Выходит по 47 раз на дню, потому что, когда она заходит в дом, мы обычно даем ей что-то из еды. Ты думаешь, что ей нужно в туалет, а на самом деле она всего лишь хочет еще одну печенюшку. Но в этот холодный вечер Энни предпочла лежать возле камина. Она лежала рядом с диваном. Было холодно не по сезону. Наверное, температура опустилась ниже нуля. В нескольких кварталах отсюда разворачивалась другая семейная сцена. Что тебе нужно? Что? Не хочу этого слышать. Не хочу больше ничего слышать. Хватит с меня. Я ухожу отсюда. Находясь в глубокой депрессии, мужчина прогласил смертоносные коктейли с таблеток и алкоголя, намереваясь покончить с собой. В доме Ньютонов все было тихо и мирно. Семейную пару убаюкивало тепло и треск огня. На улице обезумевший сосед, похоже, передумал сводить счеты с жизнью и решил добраться до ближайшего дома, которым оказался дом Ньютонов. Ты что-нибудь слышала? Ничего особенного. Но Энни почуяла что-то неладное. Энни попросилась на улицу. Тем временем семья мужчины искала его по соседству, но его скрывали кусты во дворе Ньютонов, да и вечер выдался темным. Мужчина к тому времени был уже без сознания. Сильный холод вызвал гипотермию. И только Энни знала, что ему необходима помощь. Я думала, она лает, потому что хочет зайти в дом. Обычно она сначала скребется и начинает лаять, только если мы не открываем. Энни! 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 Энни, давай, девочка! Дженни открыла заднюю дверь, но Энни там не было. У Энни очень сильные привычки. Она всегда идет к заднему двору и никогда не выходит к парадной двери. Я слышу Энни, но она не на заднем дворе. По-моему, она перед домом. Пойду посмотрю. Энни очень послушна. Когда говоришь ей ко мне, она всегда тут как тут. Энни! Ко мне! Ко мне, детка! Но на этот раз Энни не слушалась. Она продолжала стоять там, где была. Она на меня не обращала никакого внимания, что было очень странно. Меня очень удивило ее непослушание. Но Энни стояла на своем. Да, да. Джей Ти и Дженни были озадачены, когда увидели, что Энни делает нечто совершенно ей несвойственное. Энни! Никогда не думал, что она способна на подобное. Она как будто хотела сообщить нам, что что-то не так. В конце концов, они увидели, на что указывала Энни. У меня было предчувствие опасности. Дженни, как социальный работник, тут же бросилась обуваться. Я тоже решил посмотреть, что там такое случилось. Он лежал на боку лицом вниз. Он был абсолютно мокрый и холодный. Я решила, что у него наверняка гипотермия. Он выглядел, как застывшая глыба. У него были совершенно остекленевшие глаза. Было видно, что он под кайфом. Я потрясла его, но он не реагировал. Надо занести его внутрь. Я ощутил всплеск адреналина и поднял его, как ребенка. Может быть, он и вправду был легким, как перышко. А может, в этой экстремальной ситуации во мне проснулись недюжинные силы. Было интересно наблюдать за Дженни в работе. Я знал, что она квалифицированный социальный работник, но никогда не видел ее в деле. Она обрушила на него шквал вопросов. Я думал, как же он может ответить на все это, и откуда она знает, что именно надо спрашивать. Вы меня слышите? Вы знаете, где находитесь? Можете назвать свое имя? Он не отвечал на вопросы. Сколько вы выпили? Я догадалась. Видимо, он страдал от депрессии и принял какие-то лекарства. Он был хрупким, даже виски могло его убить, если бы он опустошил бутылку в один присест. Когда выяснилось, что он еще и принял какие-то лекарства, вероятность того, что он мог убить себя, была очень белика. Несколько минут спустя прибыли спасатели и установили, что у пострадавшего была сильная гипотермия. Они срочно увезли его в госпиталь. Несколько дней спустя его жена позвонила Дженни. Я так рада была услышать, что с ним все в порядке. Она сказала, что он пришел домой очень подавленным, и они начали ссориться. Он принял целую упаковку антидепрессанта и выбежал из дома. Она сказала мне, что, по словам врачей, у него было очень сильное переохлаждение. Еще месяц в сети он бы умер. Она сказала, что, боже мой, вы спасли ему жизнь. Если бы вы не оказались рядом и не занесли его в дом, он бы умер. А я ответила, что, на самом деле, наша собака спасла ему жизнь. Если бы она не привлекла наше внимание, мы бы ни за что не узнали, что там кто-то есть. Я никогда раньше не видел, чтобы Энни делала такую стойку. Никогда больше похожего не повторялось. Это было просто чудо. Обычно мы с Дженни засыпаем между 10 и половиной 11-го, и в субботу утром мы бы проснулись и обнаружили у себя на лужайке мертвое тело. Этот парень ушел бы в мир иной, если бы не наша удивительная собака. Эти чудесные животные. Спасибо за то, что были с нами. Делитесь с нами удивительными историями из своей жизни о животных. До новых встреч на программе «Эти чудесные животные». Программа дублирована на студии «Тути Рекордс» по заказу студии «Ю7 ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова